10 марта в России отмечается День архивов. История праздника уходит корнями в 1720 год. Тогда Петр Великий принял регламент, по которому было предписано создание архивов. О том, как работают хранители документов в Ненецком округе, расскажет Елизавета Кабанова. Место, где хранится история, было основано в нашем округе в 1936 году. Государственный акт на вечное пользование земли, старые записи из ЗАГСов, Первые выпуски газеты «Нарьяна Виндер» и многие другие документы находятся в архивном отделе Ненецкого округа. Сотрудники тщательно следят за всем историческим наследием и сортируют его таким образом, чтобы без труда найти необходимую бумагу. Протоколы заседания комиссии по назначению пенсии. Очень много было назначено пенсии во время Великой Отечественной войны. И вот смотрю, чтобы каждое дело соответствовало описи. Если нет какого-то, ставим на розыск. Но в основном, конечно, вот эта проверка наличия. И потом все эти связки, которые были очень неудобны, мы их превращаем в такие коробочки. Такое хранение не только позволяет быстро находить необходимые дела для исследователей, но и уберечь документы от пыли и других внешних угроз. Те кусочки истории, которых не пощадило время, отправляют в Архангельский областной государственный архив на реставрацию, так как в нашем округе, к сожалению, нет нужных специалистов. Большая часть документов – это, конечно, бумаги 20 века. Но есть и более старые экземпляры. В задачи сотрудников входит не только хранение. В архивной деятельности осуществляются пять основных задач. Это комплектование, хранение, учет, использование архивных документов, а также контроль за соблюдением законодательства об архивном деле Российской Федерации на территории нашего субъекта. Под комплектованием понимается прием документов на постоянное хранение от наших источников комплектования. 42 организации по графику сдают свои документы в архив. Сотрудники проверяют правильность составленной описи, чтобы впоследствии поиск нужных дел был намного легче. За необходимой бумагой в архив могут обратиться не только организации и органы государственной власти. Любой житель нашего округа также имеет на это право. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север.